Так, ну что ребят, ситуация по поводу биткоина, ликвидации каждый день продолжается так же на 100-150 миллионов, как и было до этого, как минимум продолжает быть лонгистов. Большинство из вас наверняка слышали о тренде криптоарбитража. Фактически ежедневно в сети появляются новые обменники криптовалют. Для того, чтобы продвинуть себя в рейтинге и получить новых клиентов, они идут на ухищрение и устанавливают плюсовой курс себе в убыток, в рамках определенного бюджета. То есть в одном обменнике вы покупаете криптовалюту за 10 долларов, а в другом продаете за 13. Получаете выгоду. И вся эта выгода видна на мониторинговых сервисах, например, таких как BestChange. Но сидеть и сравнивать курсы вручную очень долго и неудобно. Поэтому специально для вас есть канал Крипто Профит. Парни из Крипто Профит разработали свой софт, который ежедневно работает в поисках выгодной пары на обмен. Благодаря парсингу мониторинговых сервисов, как только команда видит обменник с положительным курсом в сторону пользователей, они сразу же самостоятельно совершают несколько тестовых заявок. После удачных обменов они публикуют информацию с видеодемонстрации в своем канале Крипто Профит Старт. Так что ни один выгодный арбитраж вы точно не пропустите. И в каждой такой сделке вы сможете зарабатывать от 3 до 8% прибыли. Таких сделок, благодаря Крипто Профит, вы можете совершать десятки, если не сотни. Только представьте, какой буст это даст вашему депозиту. Все ссылки находятся в описании под видео. Постепенно, то есть у нас цена, вчера очень хороший закол сделал в район 27200. Но пока что объемы такие же низкие, волатильность понижена. Естественно, то есть мы ждем какого-то прорыва из этого ценового диапазона, ценового канала от 27200 где-то до 29000. Ну то есть от 27 до 29 в диапазоне 2000 мы болтаемся. Индекс страха и жадности как был, так и остается. В принципе, на хаях видно, что здесь идет такой запил, разгрузочка. Ну и потом жду дальнейшего движения вниз, естественно, по поводу ликвидации. То есть они продолжаются. В принципе, Илон Маск у нас пытается пропампить Dogecoin. Опять же таки, символ Dogecoin стал. Ну и Dogecoin, естественно, в моменте там подлетел на 25-30%. Многие, конечно же, воодушевились. Естественно, большинство хомячков побежало его покупать. Также там взлетела монета Solar, SXP. Ну, Swipe она называлась перед этим. То есть вот здесь был памп. Естественно, многие подумали, что вот там, соответственно, все там бычий рынок. Но, естественно, я не жду какого-то лютого пампа. То есть, возможно, киты специально сейчас хотят разгрузиться. И потом, потом после этого могут цену опустить как минимум вот сюда. И то это промежуточные отметки, я напоминаю. И опустить цену вплоть до вот этих отметок. То есть Dogecoin и так уже хорошо дал. Поэтому киты, может, финально хотят как-то разгрузиться, чтобы потом овалить цену. Поэтому то, что мы пойдем обратно к вот этим отметкам, это однозначно. Поэтому не надо тут сейчас залетать и думать, что сейчас там лютый какой-то памп. Даже если он и будет, ребят, ну вы уже пропустили. Заходить надо было вначале вот здесь, пока монета стояла в накоплении. Поэтому бежать впереди паровоза, заходить на локальных аях, это, ну, идиотизм полнейший. По поводу SXP, кстати, ну я в ролике про XRP сказал или скажу еще. Поэтому имейте это в виду, что здесь тоже уже свое отыграно. Вчера надо было фиксироваться, вот, в идеале. Потому что дальнейшее движение, как минимум, уже поглощается. Вот эта свеча медвежья нападения. И, в принципе, около 4, там, может, даже 5XO можно было забрать. Да, было лютое накопление. Я в данную монету не заходил. Я ее присмотрю и буду закупать, опять же-таки, чтобы забрать на ней прибыль. То есть она почти там около 10, даже 11 месяцев почти стояла в накоплении. Как минимум, обновила все возможные минимумы, которые у нее были. Почему не заходил? Потому что нет смысла заходить сейчас в альты, потому что альты еще укатают. И я не жду перехая по данным монетам. То есть я недозаработал в моменте, но в целом в долгосрочном перспективе я заработаю куда больше. Многие этого не понимают, потому что они дальше своего носа, к сожалению, не видят. Они не видят только краткосрочную, потолок среднесрочную перспективу. То есть пару месяцев, но потолок полгода. А я же смотрю на год, два, три, пять лет и так далее. Может, даже 10. Поэтому нужно смотреть в долгосрочную перспективу, сколько ты в потенциале можешь заработать за счет холда. Да, я недозаработал в моменте, но это не имеет значения, потому что я знаю, что я смогу досидеть и год, и два, и пять лет. И неважно. Понимаете, пока не будет тех целей и тех прибыли, которые я ожидаю от рынка. Вот поэтому, ну естественно, они не то что заоблачные, но адекватные. Вот поэтому и дождаться бычьего рынка это куда круче. И будут новые проекты выходить. Поэтому, то есть я вообще не парюсь на это что. То есть многие сейчас там залетают. Я не знаю, вот там ICX что-то выстрелило. ICON монета. Там тоже многие могут сказать, что вот, надо было заходить, там все дела. Ребят, ну они в любом случае перехай сейчас, вот эти криптолюты, и не вернутся даже к тем отметкам, где вы их закупали по более высоким отметкам в 21 году, в 22 и так далее. То есть это очень маловероятно. Монеты перехай сейчас не делают. То есть почему? И даже к хаям не возвращаются. Потому что сейчас медвежий рынок кризис и нет бычки. То есть локальный какой-то альтсезон. Многие ждали, ну вот постепенно монеты как-то простреливают. Но лютого альтсезона, как многие ждут, что там будут бешеные какие-то ICX, то есть этого, естественно, не будет. Потому что, ну это смешно слушать. Многие, конечно же, этого ожидают. Но, ребят, сейчас медвежий рынок, а не бычий. И многие считают, что повторяется 19-й год. Да, но по S&P 500 пытаются гнать цену наверх. Опять же таки, искусственно. Естественно, пытаются показать, что вот у нас там обновляющиеся минимумы. Раз, два, три, да. Потом по NASDAQ. Ну, естественно, вся фонда сейчас растет наверх. Пытаются показать, что все отлично, ребята. Ну, хотя параллельно с этим у нас камятся банки. Вот пытаются закрепиться выше данного уровня. Но пока что закрепления, естественно, мы не наблюдаем. У нас здесь были понижающиеся минимумы. И вполне как раз таки они хотят пробить эту формацию. Показать, что вот, ребята, смотрите, как у нас все замечательно. Пора покупать. Бычий рынок, вся фигня. Поэтому, ну, мы же прекрасно понимаем, что это не так. И обвал еще впереди. Тем более, ставку еще не начали понижать. Если кто забыл. А когда ставку начнут уже понижать, рынки всегда падали. И те тузымунеры, которые рассказывают сказки, что типа вот там, соответственно, когда ставки начнут понижать биток, там и крипта взлетит вверх, а фонда будет падать. Нет, падать будет все, вероятнее всего. Может падать и золото, и серебро. Ну, золото, серебро я не ручаюсь. Но, опять же таки, это было в 22-м году. То есть можем даже открыть. По примеру, как у нас было по золоту. Давайте я вам покажу. Вот, 22-й год мы падали. То есть если открыть дневку, смотрите, вот мы с марта мы упали. То есть, понимаете, было падение. По серебру плюс-минус то же самое. Давайте глянем. И, естественно, многие надеются, что там они смогут найти там какой-то защитный актив. Сейчас вообще, честно, непонятная ситуация. По финансовым рынкам, да и вообще в мире в целом. Поэтому, естественно, тут не приходится на что-то надеяться. Вот, с мая то же самое. У нас золото, вернее, и золото, и серебро падало там почти в два раза. Вот, поэтому на текущем этапе, если посмотреть доминацию, давайте глянем по доминации биткоина. То есть идет ли перелив? Да, пока что как минимум удерживают. Объемчики, конечно, подупали. Ну, посмотрим, сможем ли мы закрепиться выше сайка в 8%, получается, процентов. Давайте откроем недельный. Если посмотреть недельный, пока что, ну, закрепление не наблюдается. Пока что идет коррекция. Если глянуть месячный график по доминации, ну, в принципе, потенциал есть. Но пока видно, что мы уперлись в этот уровень, как упирались до этого. Поэтому доминация может ослабеть, да. Но, опять же таки, это не значит, что там альты обязательно сходят на перехай чуть ли не от метра к 21 года. Но это просто смешно, потому что сейчас идет медвежка, я напоминаю. Поэтому сейчас лучше не торопиться, лучше воздержаться с покупками, лучше вообще, ну, подумать о том, как накопить стейблы. Как можно больше, потому что когда будет овал, ребят, вас ждать никто не будет. Вот честно, никто не будет ждать, пока вы там будете телиться, пока вы будете думать там, пока вы найдете там, как заработать. На дне долго возить. Ребят, на дне могут неделю повозить потолок пару месяцев. Может быть полгода. Зависит от отметок. То есть, опять же таки, в 19-м году возили около 4-х месяцев. В марте 20-го неделю. И после этого цена взлетела, понимаете. Была 5, через неделю она уже 7, 10, 12 и пошло, поехала, потом бычка. Вот и все. Поэтому инфляцию еще снижать на 67% по поводу, соответственно, ставки. Ее продолжают повышать. И вероятнее всего еще как минимум 1-2 раза будут повышать ее. То есть, это уже будет 5,5, ну, 5,25, а то и 5,5, если не больше. То есть, имейте это в виду. И в целом, я по биткоину ожидаю дальнейшего снижения и ставки всегда у нас, когда понижались, во все кризисы у нас рынки падали. Поэтому, ребят, сейчас нужно быть максимально аккуратными. Не залетать ни в какие альты, воздержаться от покупок. Естественно, подождать. То есть, я пропускаю, может быть, какие-то локальные движения, но мне абсолютно без разницы. Потому что я знаю, что я заработаю потом на бычьем рынке сверхприбыль. Либо по тем же монетам, либо по каким-то другим. И мне абсолютно без разницы. То есть, ты недозаработал в моменте, но в долгосрочной перспективе ты перекроешь вот эти все, скажем так, недозаработанные какие-то монеты, которые стреляли там и так далее. И все. И ты заработаешь в разы больше. Вот просто в разы за счет холда. И это уже проверено и мной, и многими более опытными людьми, чем я там и так далее. Поэтому, ну, вот, поспрашивайте, кто из людей, как заработал на крипталютном рынке. Поэтому, имейте это в виду, холд, он решает. Опять же таки, разумный холд. Не надо держать там до каких-то баснословных отметок, естественно, не надо себе ставить заоблачные отметки. Надо все воспринимать адекватно и, естественно, ставить адекватные цели. Не жадничать, естественно. А чтобы не жадничать, нужно заходить на свободные бабки, диверсифицироваться и ставить адекватные цели в пределах разумного. То есть, нужно это иметь в виду. Поэтому приумножить капитал портфелю в 2-3 раза, это вполне адекватная цель. Дадут больше в 5-10 раз, в 20 раз. Замечательно. Но лучше ставить адекватные цели, опять-таки, занижать прогнозы в 2, а то и в 4 раза. Понимаете? Вот и все. Тогда у вас все будет хорошо. Может быть, вы недозаработаете, но зато вы заберете с рынка прибыли, а не будете сидеть там, смотреть. Рынок вырос, вы радуетесь, потом там рынок упал, у вас минус. Потом, соответственно, рынок опять вырос, вы такие, ничего не фиксируете, сделал перехай, опять ушло в медвежку, опять вы, блядь, ждете. И так до бесконечности. Если это биткоин, тогда это еще разумно, но если это альты, альты пришли, а потом через медвежку, на медвежке они могли соскамиться и уйти вообще в небытие, понимаете? Либо никогда больше не вырасти до тех отметок, куда они сходили. Поэтому это тоже очень важно понимать. Ну, такой небольшой психологический ознакомительный ролик, ну, не то что ознакомительный, ну, короче, поучительный. Надеюсь, было полезно. Всем удачи, всем пока. Это все. Разгрузка, я считаю, на пониженных объемах, поэтому я жду дальнейшего снижения, закрытие АГ по 2800, 11200, 9700. Поэтому имейте в виду, кто хочет, можете заранее ставить лимитки, но, опять же таки, я буду выжидать и уже смотреть по ситуации, как оно что будет. Цели, естественно, имеются по всем монетам у меня для покупки, для продажи, для фиксации. Поэтому, если более подробные рекомендации интересуют, это все в закрытом клубе. Всем удачи, всем пока.